приветствую тебя дорогой подписчик а также тебя случайный зритель сегодня мы приехали в деревню ульяновку в ленинградской области чтобы посмотреть на водопад ленинградскую область невозможно назвать горной страной тем не менее на ее территории есть несколько водопадов одним из самых крупных является большой тостинский водопад он шумит на реке тостно неподалеку от города тостно водопад невысок зато очень широк он является частью комплексного памятника природы саблинский саблинский заповедник представляет собой 220 гектар уникальной древней земли миллионы лет назад здесь буйствовал древний океан поэтому в местности осталось много донного песка когда и ольдиевое море постепенно опустилась до уровня мирового океана верх разделился на две части своем движении река тостно пересекает образовавшийся балтийской ладожский глинт от него и начал свое путешествие по земле тостинский водопад первоначально древнейший водопад был несравнимо выше на реке тостно ниже современного водопада примерно на 800 900 метров есть крупные омды глубиной 5-6 метров сейчас мы подходим к нему все ближе и ближе и сначала открывается каньон реки тостны и уже затем мы можем наблюдать водопад впечатление от него зависит в том числе от времени года осенью воды обычно не особенно много ширину он сужается до 20 метров а высоту не превышает двух в период паводков зрелище другое водопад расширяется до 30 метров но сами перекаты иногда напоминает пороги лучшее время для похода не особенно жаркое засушливое лето но мы с вами выбрали зиму пусть вас не смущает коричневые воды река тостно начинает свой путь из болот поэтому воде много торфа купаться можно в чаши водопада но следует быть крайне осторожными течение здесь порой очень сильная раньше здесь находился гертовский мост разрушенный в начале прошлого века сильнейшим паводком здесь очень красивые высокие берега правый берег живописнее благодаря наваленным громадным валунам всего пять лет назад они еще были скрыты потоком водопад можно спокойно перейти вброд выше него глубина не больше 15 сантиметров но идти нужно крайне аккуратно местами встречаются острые камни летом течение не особенно сильное возраст тостинского водопада около 11 тысяч лет он ровесник знаменитому североамериканскому ниагарскому водопад сравнивают с ниагарскими не только по возрасту но и по аналогичной форме напоминающий подкову ширина подкова достигает значительных 25 30 метров весной в период паводков особенность точенского водопада его движение каждый год он смещается на 30 60 сантиметров из-за водной эрозии так называется разрушение потоком каменного дна за все время своего существования водопад прошел около 8-12 километров только за период с 1982 по 2000 год было зафиксировано его перемещение на 12 метров явление пятящейся эрозии характерно для всех водопадов даже ниагарске за свои 10 тысяч лет истории прошел 11 километров пути у нашей северных достопримечательностей есть два официальных названия тостинский и гертовский водопад оба связаны с местностью на которой она расположена первом случае название происходит от реки тосно это важная водная артерия в ленинградской области крупный приток невы вдоль ее течения стоят города тостно никольская и отрадная а также поселок городского типа ульяновка бывшая саблина на северной окраине которого и находится тостинский водопад во втором случае название достопримечательность связано с близлежащим селом гертово когда-то гертовским назывался не только каскад воды но и каменный мост через тосну о котором мы говорили ранее построили его во время реконструкции николаевской железной дороги чтобы обеспечить бесперебойную поставку песка и гравия из каменоломен расположенных на противоположном берегу реки весной 1 1911 года сильнейший паводок снес расположенную недалеко плотину и бурлящий поток размыв опору обрушил мост на тот момент из-за строительства обходной ветки железной дороги он утратил свое значение и был заброшен пока не рухнул окончательно его потемневшие от времени обломки до сих пор видны на берегу тостная помимо большого тостинского водопада в саблинский памятник природы входит еще несколько интересных объектов все они находятся в шаговой доступности притоком тостной является небольшая речка саблинка на ней находится саблинский водопад его высота достигает четырех метров и он тоже путешествует из года в год продвигаясь вверх по течению и это тоже связано с эрозией речного дна третьим крупным объектом являются саблинские пещеры на самом деле они не природные объекты поскольку являются заброшенными горными выработками со второй половины 19 века на берегах тостной добывали кварцевый песок который использовали в стекольной промышленности примерно сто лет назад добычу прекратили выработки забросили и они стали любимым местом любителей приключений всего насчитывается десяток пещер левобережная пещера полностью оснащена всем необходимым для туристов напротив левобережной пещеры на противоположном берегу тостной есть два интересных исторических места памятник александру невскому установлен на том месте где стояла его дружина перед знаменитой пещерой битвы со шведами в 19 веке на берегу реки стоял хуторок пустынька так называлась усадьба графа алексея толстого от построек не осталось даже руин живописный графский обрыв над тостной высице и поныне остались также два пруда и остатки усадебного парка вечно только природа спасибо за внимание уважаемый подписчик и случайный зритель о саблинских пещерах мы когда-нибудь обязательно с вами поговорим всего доброго до новых встреч до свидания спасибо спасибо